здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта мы с вами на аэродроме под сунной и бенос а ты опять там покажешь бенос тебе нравится самолет робин конечно очень хорошо очень хорошее стоит про него снять ролик вопрос конечно как обычно что-то летает что-то заправляется а герой нашего друзья обзора сегодня вот этот вот замечательный самолетик робин и пока у нас есть немножко времени попробуем я попробую взять интервью его владельцев расскажет почему купил именно такой самолет который который по моему личному мнению является одним из лучших самолетов для буксировки планиров сейчас мы выясним почему ну что поехали сгоняемся потихонечку оп летим за робином летим но красота лабадена это замечательный пилот эдуард эдуард дуардас кэп гирю пилот восхитительного самолета еще по слухам на истребителях умеет летать есть такое в прошлом есть такой грех хорошо тогда когда предлагаю к самолету переместиться я когда вижу его характерный профиль крыльев я всегда вот ну вот вижу да вот он робин и увидев его на этом аэродроме это думал неужели бывает что-то похожее на робин только не робин оказалось что робин бывает похожим на робин только робин ну да это очень характерная вся штука для начала хочу задать вопрос почему робину собственно почему именно такой самолет робин но первоначально я много занимаюсь авиации и много на чем летаю в том числе и на планерах но много на вильгах отлетал ну и решил попробовать была такая возможность в германии съездил попробовал этот аппарат который сразу оставил для меня огромное впечатление своей простотой простотой в управлении дальше все техническое начинается действительно кто я вставлю пять копеек сейчас тоже про простоту вот этот выводок вильг как вы видите такие все как их называю дракончики вот как этот этот эти дракончики выглядят вот века создавалась специально под буксировку поэтому она такая вся рифленая с отвратительной аэродинамикой то есть у него аэродинамика конечно кирпича и со сброшенными газами эта штуковина шуршит вниз будь здоров из минусов здесь достаточно сложный мотор звезда который вечно приходится во первых ремонтирует каждые 500 часов что не добавляет радости владельцам во вторых чтобы вильга взлетела нужно с утра снять капот слить отстой с нижних цилиндров только после этого она заведется каждой вильге обычно прикован техник должен быть не знаю по крайней мере на аэродромах на которых я летал вот в орле шевлина когда много летал на планере без мотора но вечно этой технике были промасленные все с головы до ног были самыми наверное уважаемыми людьми на аэродроме потому что они чинили то на чем мы летаем и наверно жалеем ими вот еще один представитель вильга вильга строения и ну вот вечно то есть стоит два-три самолета под ними там то той шасси ремонтируется какие-нибудь амбродизаторы то еще что-нибудь то с мотором что-то то 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 все то пятое до десятое и ох друзья если вы знали сколько дней я потерял красивых летных из-за того что вовремя не был готов самолет ну просто вот там или там очереди образовывались там летал например на аэродроме пахомова две вильги одна сломалась осталась одна все страшная очередь на небе погода классная ты не можешь улететь это очень грустно вот а робин который на нашем аэродроме работает ни разу меня не продал то есть все там не знаю семь лет сколько летаю в серии каждый год это птичка всегда радовала вовремя и вытягивала в самую сложную погоду а там все-таки у нас как ни крути горы вот стоит наша принцесса и вот подъезжает наш самолетик трудяга робин и вы спросите игорь а зачем самолет еще вашей теплой компании друзья потому что дует южный ветер вот оттуда я боюсь что я один не взлечу потому что движок у меня все таки достаточно маломощный и не рассчитан на вот рассчитан на все но или увеличивать вес планера или желтенькую ручку дергаем отлично все подцепились запускаем движочек к сожалению бензин пока плане не избежит чуть-чуть капельку но мы расходуем на взлет всего полтора литра я не думаю что это много сейчас мы взлетаем с попутной составляющей соответственно будет двигаться за самолетом вот даю кашку все самолетики мы набираем скорость хотелось бы быстрее это та причина по которой я все-таки взлетаю за самолетом видите попутный ветер сейчас надеюсь он попал в кадр отлично он отцепился сейчас он сделает круг и догонит меня уреган о! прилетел ну вот напоминок говорит о университет подготовка ses Сели в него, как на машине, стартер и поехали. То есть, ну, понятно, что какой-то осмотр минимальный там перед есть, но в целом этот самолет не требует, ну, ничего. Вот сел и поехал. Я вру или хоть немножко прав? Нет, нет, абсолютно. Это чистая правда. Минимальное, что это необходимо, это предполетный осмотр, проверка масла. Иногда раз в неделю приходится заливать там пол-литра масла, чем не может, конечно, Вильга отличиться. Знаете, сколько нужно литить. Вильга всегда в масле. Всегда. И все, пока никаких проблем. Самолет, кстати, не новый. Он 77-го года выпуска, но до сих пор он выпускается в такой же конфигурации. Могут быть другие двигателя, другие приборные оборудования, но в целом он весь деревянный и до сих пор так же деревянным выпускается. Да, да, удивительно. Вот вам результат и летают. Ну что ж, может, немножко технических подробностей тогда вот уже для тех, кто любит спросить, а что за мотор? Под этим капотом Лайкоминг 180 лошадиных сил, А3А, карбюратор, обыкновенный, простой, неприхотливый. А бывает больше, бывает меньше модификации? Бывает, поскольку этот самолет универсальный, он под все заточен. И под буксировку планиров, и под путешествия. 180 лошадиных сил для буксировки надо. У него есть и 120-сильные двигателя, но это уже больше для путешествий, либо для тренировочных полетов. Птушкин, Птушкин, наш великий путешественник путешествовал, как раз есть у него на канале про самолет, авиапутешествие. Так вот, это на Робине было тоже. Ну что, Матерхорн вон там позади. Я считаю, что на этом моменте все гештальты по горам закрыты. Господи, красота-то какая! А вот смотри, видишь, перед нами такое, похоже на ворота. Да. Вот, прикинь, чуваки умудряются на самолетах, на лыжах, залететь по эти ворота и сесть там на этот летник. Обалдеть. Плюс у него винт изменяемого шага, четырехлопастной. Естественно, все понимают, что изменяемого шага он под все уже заточен. И под круизный полет, и под буксировку с места. У нас, к сожалению, на аэродроме обычный винт. Две лопасти, такой, как бы самый классический. Так что зависть, зависть. Винт – это выбор, что пожелает человек. Но вот есть модификация четырехлопастным. И не жалею. Да. Что у него еще из особенностей? У него, можно так сказать, достаточно редкий. Но очень нужный агрегат – это вытягивающаяся и сматывающаяся веревка для буксировки, планировки. О, вот это просто песня. Вот это. Это прямо было, изначально такая модификация уже в Германии была? Или ты ставил? Да, нет, это я дополнительно не ставил. А вот когда из Германии я его приобрел, вот именно это все было. Когда подходит человек, он просто берет за кольцо и вытаскивает веревку. Сколько нужно для… Сколько дистанцию подцепить планер? Угу. Метров 10-15. Затем я уже сам вытягиваю всю длину веревки. Это 50 метров. И стартуем. Фантастика. После того, как планер отцепился, я продемонстрирую, веревка автоматически, после нажатия кнопки, сматывается обратно в корпус. Оп. Чпок. И все на базе. Класс. И никакой опасности. Да. А я вам сейчас расскажу. Два случая было трагических. Ну, про один я точно не помню, врать не буду. Но один случай был, где-то на юге России, на аэродроме летали планеристы. И совершенно случайный человек забежал на аэродром поснимать. И, в принципе, ничего страшного, если бы пилот, который пилотировал самолет, всегда помнил, что трос под ним. Ну, знаете как, когда летко летаешь на буксировку, иногда что-то забываешь. И пилот забыл, что за ним развивается трос. На камеру решил, наверное, сделать какой-то проход. А может, просто не делал. Ну, неважно. Человека просто этим тросом перерубило пополам. И он умер. Поэтому, ну, хоть у нас и позитивный канал «Мечта летать», но в случае, как бы, мы топим за безопасность. То есть, любой элемент, который увеличивает безопасность полетов, это очень хорошо. И в данном случае вот это устройство, вот этот замок, это реально существенно увеличивает безопасность полетов, потому что позволяет заходить на посадку, не рассчитывая особо, что у тебя веревка тащится за тобой. А самое главное, здесь еще есть, собственно, вот здесь есть некое соединение, веревка там с кольцом. Тут часто, да, здесь часто бывает какая-нибудь вот на тросах специальная такая вот термоусадка, там это все сшивается. Так вот, это место шивки, которое вот так вот бьется все время по земле при посадке. Представляете, сколько самолет едет. Оно растрепывается, веревка рвется. У меня не было ни разу еще обрыва такого, но, опять же, на нашем горном аэродроме были обрывы, то есть, пилот взлетает, обрыв троса, после этого пилот садится, слава богу, там внизу полянка такая есть, он на нее умостился на одноместном планере. На двухместном не уверен, что умостился бы я. Поэтому я за самолетом люблю взлетать, но больше всего люблю взлетать пуш-пулом. Это когда есть свой мотор и мотор самолета, тогда очень быстро самолет разгоняет планер, позволяет быстро оторваться, безопасно, и потом дальше на своем моторе уже путешествуешь. Вот это самый любимый мой способ взлета. Ну, если бы на нашем Робине была такая же штука, может быть, я на нем бы и без собственного мотора взлетал бы. Маленькая реклама. Нет, действительно очень хорошая опция, прям, я не видел ни разу такого. Ну, видел на динамиках, у нас на аэродроме работал динамик маленький, как раз там специально для буксировки делался, у него стоит такой замок, у него усиленный двигатель 914. Да, 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 на многих, ну, есть варианты, где вот именно это стоит, но это стоит и этого удобства. Да, да, однозначно. Самое главное – безопасность. А если не секрет, так, можно увеличить цену немножко, во что обошелся? Или секрет? Давайте о ценах не будем говорить, поскольку можно только сказать, что… Ну, скажем так, повезло или не повезло? Повезло, повезло, мне очень крупно повезло, он был приобретен до карантина, до ковид. А, ну, соответственно, еще с роста такого не было на самолеты. Да, да, и только когда были все подписаны договора и как ковид начался, цена, грубо говоря, в два раза подскочила. Да, 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 да. Действительно, до ковида не было спроса на легкую, был спрос на легкую авиацию, но он был такой. А потом все вдруг захотели иметь собственные самолеты, на нем, собственно, летать, иметь вот эту свободу перемещения, которое сильно порушилось этими ковидами, а сейчас там еще чем-нибудь. Поэтому цены на самолеты, ну, да, в два раза. Я просто знаю, что можно было купить там Cessna за столько, а сейчас ее тут не купишь. То же самое, кстати, с планиерами. Планиров в бэушках нет, стоимость их тоже выросла и… Да, вот еще какой-то самолетик рулит. Движуха! Ну что, может, мы тоже подружим? Важным элементом самолетов, используемых для буксировки, является механизация. Вот я смотрю, что на Робине она присутствует в виде закрылка. Насколько он помогает? Очень эффективен. Несмотря на то, что он такой маленький, но… Он маленький, но он отклоняется на 60 градусов. Это посадочное положение. И для того, чтобы не мешало людям вылезти и забраться вовнутрь, он… Стояночное положение вот такое и есть. Взлетное положение 15 градусов, переставляется обыкновенным, старым механическим способом. Вот у него взлетное положение. Ну и, соответственно, круиз в ноль. Естественно, после отрыва от земли, буквально, даже с любым планером ставим ноль и набираем высоту. Багажник такой достойный. То есть, реально, я смотрю, что в четвером можно… Ну, понятно, что в четвером тяжело, наверное, будет летать. Но вдвоем, мне кажется, путешествовать можно навалить кучу шмурдяка всякого. Хоть чемоданов и лететь куда хочешь. В четвером он летает? Да, легко. Да? Класс. Мы с супругой вот путешествовали, с супругой еще с двумя друзьями, в Ниду, в собой рюкзачок. То есть, к морю отсюда раз, к морю шмык. Да, через час, буквально, час десять, в зависимости от направления ветра, мы там, и все. Вот она, свобода, друзья, посмотрите. Вот это, вот так выглядит свобода. Вот такой самолетик. Не, классный. То есть, он, я не знаю почему, я же его видел на выставке Фрисдер Хаффен. Я сюда вставлю видеокусочек, как мы ходим вокруг этого Робина. Как я вижу, это крыло деревянное. Крылышко, как у нашего Робина, буксировщика на поле, с таким характерным излобом. А что это за самолет, мы не знаем. Самолетик четырехместный. О, Робин, точно. Это же наш, друзья, это, я вот говорю, какой наш буксировщик. Это же и есть наш буксировщик. Папа Лима. Слушай, это, это Робин, который летает туда в аэродроме. Красота. Слушай, вот, вот, это деревянный самолет. Фу, от него крыло, точно. А, огонь. Друзья, вот, вы говорите, будущее, будущее. Вот оно, настоящее. Хороший, простой, деревянный самолет, который можно собрать, можно сказать, у себя в гараже, если у вас руки растут не из хвоста. И посмотрите, как выглядит на него крылышко. Фанера. Вот оно. Я, я не видел просто от нашего Робина ничего. Вот такой набор. Дерево. Ну, видите, здесь специально сделано крылышко, так, чтобы можно было понимать, как оно устроено изнутри. Половинка зашита, половинка нет. То есть это все зашивается панерой. Получается настоящий самолет. Вот он. Самолет-буксировщик нашего аэродрома Робин. Их до сих пор делают, их очень ценят, потому что он удобный, классный, летучий, крепкий, надежный. И я прям вот увидел и сразу почуял. Класс. Самый лучший буксировщик на свете. Потому что он меня иногда буксирует в очень неприятную погоду, с попутным ветром. Вытягивает всегда волшебный самолет. И, как вы видите, простой, как дерево. Что ты скажешь по поводу Робина? Ну, симпатичный, летающий, толстячок. Такой. В целом, ну, что, 200 он летит. Ну, нормально. Ну, 25 литров кушать. Ну, почему нет? Четырехместный, спокойный, простой. Четырехместный, да. Крепкий, хороший. Мы его очень любим. Не быстро, но... Ну, если вы до сих пор делаете, значит, в нем что-то есть. Он симпатюля. Он симпатюля. Это вот, этим все сказано. Мы, друзья, еще те эксперты, да. Мы танки, да. Да, мы просто вот выходим из соображений. Во-первых, вас веселим, если вам грустно. А во-вторых, исповедуем принцип, что нравится глазам, то, наверное, должно и хорошо летать. И мне всегда касалось, деревянно это, как бы, вот это, что ж, что за анахронизм такой. Вон в ангаре стоит мой деревянный планер, на котором я, судя по всему, выиграл Кубок Балтики. Я надеюсь, что завтра погоды уже не будет. И никто меня не обгонит. 25 лет назад, в 97-м году, примерно в это же время, на этом аэродроме, прямо вот на этом же аэродроме я летал на параплане, выиграл чемпионат Литвы 97-го года. И попал в сборную, поехал на первые Олимпийские игры воздушные в Турцию. И, наверное, с тех пор началась у меня моя большая парапланерная карьера, которая потом меня привела к планеризму, а планеризм привел меня сюда, круг замкнулся. И я думаю, что мы с ребятами обязательно встретимся через 25 лет, как там было, 20 лет спустя, у этих Дартаньянов, но у нас будет четвертак. Такие планера будут уже винтажные. Да, это будет уже, такое, да. Обычный пластиковый планер будет винтажным, я не знаю, на чем будет летать, но мы будем летать обязательно, да, Милос? Да, конечно. Я свой планер полюбил деревянный, и я вижу, насколько он ремонтопригодный, насколько там при любой проблеме ты можешь вырезать кусок обшивки деревянной, срезать на уз это дерево и аккуратно вклеить новый кусок, и, по сути, это на прочности самого планера никак не будет влиять. Опять же, деревянный лонжерон, но за всем этим все это под обшивкой, естественно, такой самолет не нужно хранить вне ангара, хотя можно, наверное, но... Жалко? Жалко. Это жалко. Поэтому вот беленький ангарчик, вот там находится, самый дальний, потом в ангарчике, ну, получается, такой он не надувной, а с дугами, тканевой, да? Арочный. Арочный, да. И все, там стоит этот самолетик прекрасно. И ему это очень... Так постоять, не в чистом поле, а в ангарчике, очень даже хорошо. Обтекатели помогают? У нас без обтекателей версия. Я летаю с этими обтекателями. Естественно, условия аэродрома, ну, может, сейчас, когда скошено, так все хорошо, проблем нету, но от травы им, конечно, достается. И это видно и сейчас, они в неидеальном состоянии. Но без обтекателей все-таки самолет должен быть... Хорошо летает только тогда, когда он красивый, а с обтекателями он шикарный. Слова настоящего планериста, то есть вот аэродинамика наше все. Да. Я могу сказать, что у нас был планер, как раз я летал в Шевлина, на нем много. Твинастер-3СЛ самовзлетный, с мотором. И вот у него тоже был красивейший под брюхом такой обтекатель сделан. Его на первой же площадке нечаянно отломали, и потом больше не ставили. Сделали, отремонтировали, но не ставили. Глушитель здесь обычный? Да, да. Ничего здесь, все заводское. У нас под наш самолетик ставили вот здесь под брюхо какой-то дополнительный глушитель. Есть такая опция, да. Да, он очень сильно уменьшал шум, потому что все окружающие поселки ругались на планеристов, что они начинают с раннего утра жужжать и мешают спать. Но в этом году что-то глушитель исчез, наш Робин тоже паревывает. Но ничего страшного, он, кстати, относительно тихий. Мне кажется, на этой оптимистичной ноте пора лететь. Пора. Сделать кружочек, посмотреть, что эта пташка может в небе. Пожалуйста, лучше всегда испытать своими руками, своими ощущениями. Я ни разу не летал на таком самолетике, честно скажу. Несмотря на то, что я 7 лет рядом с ним постоянно хожу, первый раз будет, когда я летаю на Робине. Так, ну что ж. Ну, заходить на крыло удобно. О, откидывается фонарь. Главное, что-нибудь не сломать своей неуклюжей задницей. Друзья, я готов. Одеты наушники. Ну, лапы с педали я убрал. У меня, в принципе, есть лицензия на ультралайт. На PPL нет. Смотрите, как это все происходит. Это пропеллеряю. От винта. Ну, вот видите, как автомобиль с полоборота. Чпок и все. Ну, это и лайкоминг. Мы потом, кстати, откроем капот, посмотрим его. Капот забыли посмотреть. Реду, это катится. Я буду переводить. Слушай, мягенько идет по травке. Моя машина хуже едет. Он отличается именно в хорошей... Как? Хорошее шасси, очень мягкое. А там, получается, какие-то амортизаторы есть или... Да, это амортизаторы. Ну, друзья, вот я сразу это ценил. Реально классно. То есть, ты на нем едешь. Я просто здесь на планерах катался после посадки. Особенно на своем шлякере. Это, конечно, БРМ-БМ-БМ-Качковатость все-таки присутствует. А тут... Как на лодочке. Мы сейчас едем на другой конец поля, чтобы против ветра стартовать. Тут у него тормоза. Непривычно, но... Очень эргономичный, но удобно. Если в такое положение, обе стойки тормозятся. А если в этом, он как кучник затягивается. А, и ты больше оставляешь, да? Ну, понятно. А так, у меня тормоза на планере на интерцепторах. Тут понятно, что здесь интерцепторов нет, поэтому... Да, согласен, что удобно. Курс взлета у нас будет 270 градусов. Курс взлета у нас будет 30 градусов. Так, где мы романы все расстартуются тут. Водненько разгоняемся. Прям чувствуем, затянет. Водненько. Очень непривычный, друзья, видит такое фло, нормальное. Слушай, обзор классный, ну вот, обзор действительно. Я сейчас сниму наушники, попробую, как это без наушников. Ну, вполне, кстати, они не так, чтобы совсем украшаться. В Баднами город Бредой. Валер с мотором, стой кайф. Слышишь себе, красота. Вот я вчера здесь не взялся в лесах, но, как видите, бросит ворота всякие. Отдашься ли я на эту дорогу, кстати, на прокладе? Друзья, драматический момент. Я тут на низкой высоте над лесом. У меня 400 метров. И, конечно, я тут мочью очко перекусывает, можно сказать, лом. Ну, я долетаю до полян. Вон там, по заточной площадке есть. Ну, конечно, очень мрачно это все выглядит. Или поток, я бы не сказал, что какой-то такой прям нормальный. Сносит меня ветерочком, но слабо. Блин. Вот это жопа. Прямо реальная жопища. То есть, ну, при этом вроде как все было так красиво. А потом так раз. И все не очень красиво. Вот что-то такое я цепляю. Какой-то слабый-слабый плюсик. Вот протягиваю. Еще протягиваю. И вываливаюсь из него сразу же, как только начинаю поворачивать. Вот. Раз, видите, плюсик. Плюсика не стало. То есть, я вроде как и вниз сильно не иду. А вроде как и вверх сильно не иду. Ну, причем здесь меня выплевывает и получается все значительно хуже. Попробую еще один кружочек. Мне надо уже 500. Ну, в общем, я теряю высоту. Мне надо пробиваться куда-нибудь в какой-нибудь поляне на посадку. По-хорошему. В то же время за любой нуль надо цепляться. Чтоб меня, по крайней мере, посадочные площадки снесло. Ого. Чтоб подхватывает по чуть-чуть. Вот. Дрифую я под с ноликом. Сцепил зубы. Сжал яйца. Ну, в общем-то так. Не буду отвлекаться на съемку. Ну, его в баню. Фу, как страшно. Ну, вот и весело. Надо искать поляну. Так что, если вы хотите вот такую красивую экскурсию по небу, вы знаете, куда ехать. Аэродром под Суны под Предой. Ну, опять же, недалеко Каунас. И здесь совершенно потрясающая местность. То есть, полюбоваться сверху, вы сами видите, какие виды прекрасные. Покупается. 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 Я тоже рекомендую. Я над этим городком провел вчера по меньшей мере около часа. Набираем разных потоков, поэтому досмотрелся и теперь сам хочу приехать погулять. К аэродрому я еще всегда успею. Еще раз вам хочу показать Бифштонас. Это достаточно красивое такое местечко урортное на берегу Немана. Видите, петля Немана, а впереди город Преной. И вот, собственно, Бифштонас. Как это красиво все выглядит. Сюда можно приехать в отпуск, пожить в какой-нибудь пансионате, погулять по речке, поплавать на кораблике. Видите, вот кораблик тоже присутствует. Ну, очень красиво. Ну и сосновый лес, естественно, запахи, разогретых сосен и все такие приключения. Так, ну а я, пожалуй, все-таки пойду в сторону аэродрома. Будет некрасиво сесть на чужом планере где-нибудь в полях. На третьем развороте. Ну, по идее приземляться Робин должен прекрасно, потому что я помню, как садится наш пулот на аэродроме. Просто замечательно. О! Прям плывет перед землей. Еле-еле. Здесь у нас еще по-русски, если прыгают. Протягиваемся. Протягиваемся по-русски чуть-чуть отгаром. Протягиваемся по-русски чуть-чуть отгаров. А, так, так, так. Еле-еле-еле. Садится. Ой, как мягенько. Почувствовал что-нибудь? Нет? Как в тапочке. Как на вашей тапочке, друзья. Как на подушке. Да. Класс. Можно тормозами потормозить немножко. Но нам дистанция позволяет спокойно без торможения доехать. Я вот тоже никогда стараюсь всегда доезжать так, чтобы даже без торможения можно было постановиться. Был у меня однажды незабываемый случай, отказали тормоза на планете, а я уже ехал в собственный прицеп. И в последний момент я успел там достаточно энергично положить крыло правое в землю и отвернуть от собственного прицепа. Ой, какой кайф. Ну, буду хоть знать теперь, что такое Робин. В лицо счастливого человека, который полетал на самолете. Оп. И свобода. Огромное спасибо. Я рулить не просил, потому что на самолетке я летал. Знаю, что нормально летит. Сейчас турбуленция немножко. Просто придерживался за ручку. Я лучше поснимал. Но видно, что летит. Видно, что хорошо летит. Главное, что как взлетает, как приземляется, все это мягенько. Отличный аппарат. Огонь. Пошли посмотрим мотор. Хоть похвастаемся. Друзья, из хорошего, посмотрите, установлен даже на самолете фларм, для того, чтобы планеристы видели самолет, а самолет планеристов. И это еще и в Литве не обязательная опция, но я считаю, что очень-очень нужная, чтобы видеть друг друга в небе. Поэтому пилот этого самолета, респект владельцу, респект у Авжуха. Да, благодаря тоже спасибо друзьям. Они мне пока сами не используют, одолжили его, чтобы безопасность превыше всего была. Очень просто все вскрывается. Здесь никаких не нужно ключей, отверток с собой. Тоже немаловажно. Никакого инструмента для осмотра. А то вечную отвертку потеряешь, что-нибудь еще потеряешь. Оп. И вот он, красавец, лайкоминг. Нормальный, хороший авиационный мотор, который не нужно каждое утро выкручивать свечи, чтобы слить отстой. И масла не видно. И масла не видно, да. Посмотрите, какой чистенький. Но ты, скажи честно, ты же при съемке не готовился так, чтобы мыть мотор. Нет, конечно. Друзья, это совершенно спонтанно получилось. Мы сегодня еще по соревнованиям могли летать. Ну, кстати, действительно, тут я могу сказать, что очень ухоженно все внутри. Чистенько, аккуратненько. Прям. Вау. Тоже друзья помогают, кто имеет лицензию на присмотр. То есть проверяют мотор. А здесь же, я насколько понимаю, он 2000 часов бегает до Вайверхола. Да. 2000 часов. Не как у Вильги 500? 2000, либо 12 лет. 12 лет. Ну, я думаю, что... Ну, у него еще 1500 часов есть. Так ты можешь зажигать. Не только керосин лей. Ну, в смысле топлива. Да, винтик новенький только пришел. Вот весной установлен. А у винта какой ресурс? 1500 часов. 6 лет. 6 лет, ага. Ну, как раз оно более-менее с друг дружкой вяжется. Да. А как раз следующий ремонт мне хорошо будет стоить. Самый частый вопрос от зрителей канала. Сколько жрет? На буксировке он практически работает на максимальном режиме. Порядка 45-50 литров. За час долета? Да. А в режиме, когда ты куда-то катаешься? А в крейсере 34-35. Ну, вот да. Я помню, что Клаус нам говорил, что в районе 35 литров эта штучка кушает. Типа, если куда-то лететь. Ну, соответственно, перед... Учитывая скорость, среднюю 200 км в час, можно себе представить, какой расход на 100 км. Да, небольшой. 15 литров в час. Но вы 15 литров в час вы летите и быстро получаете неизмеримое удовольствие на такой вообще совершенно потрясающей универсальной штуке. Ну, и топливо 100 лель, да? Да, Афгаз. Соточка. Но зато 2000 часов, друзья. Раз. Вы даже не представляете, что такое 2000 часов. Я летаю, когда на планере, летаю по 6-8 часов каждый день. Я 1000 часов и летаю зимой, и летом, и в Африке. Вот 1000 вылетовую. При моем образе жизни, жития в планере вот за год. Но это очень сложно. Нормальный средний налет хорошего пилота на планере 300 часов в год. А это тоже очень достаточно много. Мне кажется, что вылетать на самолете часов 500 в год можно или тяжело очень? Тяжело. Да, ну вот, поэтому я думаю, что часов 300, и дальше вы делите 300, 300, 300, сколько мотора и так далее. Это реально лет на 12. 12 лет счастья. Ну, а потом немножко ремонтика, и опять следующие 12 лет счастья. Согласен. А планер, что-то с планером обслуживать нужно? Вот, ну, с самим самолетом именно. У него, как и у всех самолетов, присутствуют свои регламентные работы. Что нужно сделать? 50, 100 часов, 300 часов. 50 часов есть полная таблица. Это осмотр, замена масла, замена воздушного фильтра и осмотр. В основном осмотр. Больше никаких проблем не доставлял этот самолет. Понятно. А летную годность раз в год? Естественно. Да, насколько сложно это в Литве? Я знаю, что это во Франции на планер я прохожу, ну, скажем так, день. То есть инспектор там заглядывает во все лючки, во все щели с зеркальцами. Там тросик мне нашел недавно, уже подношенный, говорит, на следующий раз заменить. Ну, а вот как у вас тут? Здесь никаких проблем, только все зависит от работы ТК нашей инспекции. Подаешь заявку, потом согласовываешь с ними, когда они приезжают, осматривают. Если у тебя все документы заранее подготовлены, никаких проблем не возникало, все проходит на ура. А документы ты сам готовишь или какой-то тебе инспектор? Опять же, у меня есть друг, который мне помогает, и, естественно, я сам их готовлю, и с помощью друга. Ну, то же самое, как и я. У меня есть друг Робин, как вот самолет Робин, и друг у меня есть Робин. Вот Робин мне очень помогает каждый раз. У меня планера французской регистрации, поэтому там всегда какие-то небольшие нюансики. Он говорит, Игорь, вот это так, нужно сделать это так. Занимает подготовку у нас где-то день с ним. Ну, как день там, два часа где-то мы бумажки заполняем. И на следующий день инспектор обнюхивает все. Я заранее вскрываю весь планер, все места, где нужен доступ. Он делает дальше проверку. Я все это закрываю, чтобы экономить его время. И в этом случае это немножко стоит 270 евро. А, кстати, на самолет сколько стоит? Я сейчас не помню. Крайний раз, по-моему, платил до 200. У нас регулярно эти цены поднимаются. Но порядок примерно тот же. Это не космос. Потому что я знаю, что ребята у меня знакомые проходили в Москве, делали техосмотр летную годность. Там меньше, чем со 100 тысячами рублей не подойди. А это там больше тысячи евро. И бумаг там, ну вот, у меня это 4 листочка. Ну, ладно, 6. В этом году было 6 листочков. А там вот такая пачка бумаги совершенно ненужная, непонятная. Там приборы нужно снимать, продувать, еще чего-то. В общем, придумано в Росавиации столько геморроя, чтобы люди не летали. И вы посмотрите, когда этого... Я в Литве тоже бюрократы. Я как человек, меняющий лицензию сейчас, столкнулся со всякими такими нюансиками. Есть бюрократы. Но это все как-то, наверное, выполнимо. И, наверное, не космически дорого. И, наверное, как-то объяснимо. То есть это основная разница, наверное, какого-то подхода европейского и подхода в других странах и республиках бывшего Советского Союза. Вот человек даже хочет сделать все по-правильному, а он не может. Ну, потому что не может. Понял. Здесь никаких проблем. Здесь все документы, все хорошо. Еще вопрос очень важный крайний. Есть ли транспортный налог? Вот я на тебя сейчас наведу. Нет. То есть вот ты хочешь сказать, что ты за самолет не платишь за то, что он летает государству денег? Нет. Не буду называть фамилий, но один мой хороший друг, у которого есть несколько самолетов, и, например, самолет Вильга, у которого мотор 350 лошадиных сил, платит с этой каждой лошадиной силы вот такой налог. Вы знаете, сколько в России налог? Он платит, как будто он машина. Он летает по небу, но он платит все равно с лошадиной силы этого самолета. Он платит столько, что содержание этого самолета с таким мощным мотором становится достаточно бессмысленным. И хочется летать тогда на самолете с менее мощным мотором. А это, например, для буксировщика небезопасно. Еще что-нибудь. Или просто забивать, летать по-партизански. Поэтому вы представляете, как важно и как хорошо, когда налога нет. Отлично. Слушай, это хорошая новость. Это даже как... Я всегда думал, что... А вот завести самолет, а будет он жрать еще денег, ты будешь за него платить этот транспортный налог. А его нет. И на планер, кстати, нет. Естественно, все тогда ложится на плечи, допустим, того же самого планериста. Стоимость подъема должна будет увеличиться. Так да... Ну да, и поэтому часто спрашивают, а почему так дорога буксировка стоит? Пока, слава богу, этого нету. Надеюсь, не появится. Нет, я надеюсь, что в Литве достаточно разумные... Ну, бюрократы есть, но они такую глупость не придумают. Эдуард меня вчера затягивал... Я отличный день был вчера, третий летный день, который я не выиграл. Выиграл Бенос, но зато я выиграл на буксировке. Мы затянулись первыми. Поэтому взлетело два аэропоезда. Есть видео, как мы летим вот с Тайкой. Я вставлю, наверное, в это видео кусочек с аэропоездами. И мы, взлетев крайними, мы все равно обогнали всех. Оказались, я первый отцепился. Вот, смотрите, поворот у нас идет под нами. Один аэропоезд проходит Вильга. То есть, Робин насколько веселее тащит. И он, соответственно, подрезает круг. Я уже вообще выше всех. Хе-хе-хе! Вот коллеги направо-справо, вот коллеги слева. И мой любимый Робин. Самый лучший самолет, буксировщик. Ну что, на этой оптимистичной ноте, наверное, скажем большое спасибо, друзья, за вот эту экскурсию небесную, за знакомство с самолетом. Я не смог снять видео про самолет во Франции, потому что владелец не разрешил. Не хочет, он же публиковал видео его самолета почему-то. Но зато мир не без добрых людей. Спасибо огромное. Хорошо. А вы напишите, пожалуйста, в комментариях спасибо от вас. Потому что это всегда вдохновляет продолжение банкета. До новых встреч! Летайте, приезжайте, пробуйте. Все дороги для вас открыты. Вот это здание, посмотрите, вот оно. А вот отгарчик. Можете приезжать, я оставлю телефончик, если кто-то захочет. Не вопрос. Да. Всегда на этой красавице можно будет, или красавце, как ты ее, мальчик, девочка? Французская, француженка. Француженка. На этой француженке элегантной можете слетать. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова